МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Пухачев. В нашу студию мы приглашаем компетентных специалистов, чтобы вместе с ними обсудить волнующие вас темы. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. На сайте телевидения вы можете оставить предложения по тематике будущих программ. А сегодня в гостях заместитель председателя и руководителя фракции ЛДПР в Новгородской областной думе Алексей Чурсинов. Здравствуйте, Алексей Борисович. Добрый вечер. Первый вопрос, который я хотел бы задать, уместно, наверное, сейчас отчитаться о деятельности в 2016 году. Я тогда вначале хотел маленькую поправочку внести. Заместитель председателя Думы и руководитель фракции ЛДПР в Новгородской областной думе. Извините. Что касается 2016 года, в принципе, результаты ЛДПР поразили, скажем так, даже старослужащих и новгородского регионального отделения, потому что по итогам выборов у нас произошло резкое увеличение, скажем, численного состава депутатского корпуса в Новгородской областной думе. Если помните, то в прошлом созыве и во всех предыдущих созывах у нас было только по одному депутату. На сегодняшний день фракция ЛДПР насчитывает три депутата. Ну и, соответственно, это, скажем так, нам позволяет более детально и более подробно подходить к вопросам, которые решаются в процессе. А есть конкретика какая-то, инициативы законодательные? Безусловно. Самым интересным и долго обсуждаемым проектом прошлого года, это был, естественно, бюджет 2017 года. Естественно, фракция ЛДПР не осталась в стороне, но мы подошли к этому вопросу, исходя из того, чтобы затронуть наиболее важные вопросы для Новгородской области. В частности, мы затронули стратегически важный вопрос. У нас поступило предложение по водоснабжению и водоотведению в Акуловском районе. Поскольку я избирался по 12-й территориальной группе, она как раз в себя включает Акуловский и Крестецкий район, я постарался максимально возможно проработать этот вопрос. И в результате наши предложения фракции ЛДПР касаемо Акуловского района, они были учтены. И в последующем правительство нам прислало свой ответ, где указывается, что в этом году должны быть разработаны проекты, программы с выходом, естественно, на строительство, например, объектов питьевого водоснабжения или очистных сооружений. Ну а кто-то возражал? Правительство или другие партии? Вы знаете, на самом деле меня очень сильно огорчила позиция главы Акуловского района при проработке этого вопроса. Он в принципе не проявил ни интереса, не оказал нам ни помощи. Поэтому, естественно, пришлось воспользоваться какими-то своими старыми наработками. Еще в бытность, когда я работал в природоохранной прокуратуре, мы завидно периодичностью выезжали на проверки в Акуловский район. Ну и, естественно, пришлось проработать с большим массивом избирателей, потому что с завидной периодичностью нам поступали жалобы о том, что, например, питьевая вода в Акуловке идет с песком. Ну, как бы хорошо, что у нас есть федеральные программы по развитию инфраструктуры области. Ну, для того, чтобы попасть в эту федеральную программу, безусловно, необходимо подготовить проекты, пройти соответствующие экспертизы. И только при наличии полного комплекта документов... А что еще можно зачислить в Активе? Ну, вы знаете, новый созыв, он пока был краткосрочный, тут прошло только три месяца. Что еще можно зачислить? В прошлом году региональное отделение набрало, скажем, очень приличные обороты по своей работе. Каждый день у нас открыта приемная, каждый день мы работаем с населением. И поэтому, если посмотреть отчетность, депутатскую, скажем так, отчетность, которая размещена на официальном сайте Новгородской областной думы, то, в принципе, будет видно о том, что у наших депутатов, нашей фракции, самое максимальное количество приемов граждан. То есть у нас каждый день, независимости, приемный день, неприемный день, мы осуществляем прием граждан. И самое главное, граждане идут. Да. Вот у вас газету, я посмотрел, она раньше, по-моему, называлась «Соколы Жириновского», или это была федеральная «Соколы». Нет. А сейчас она называется просто «ЛДПР Новгородской области». Это, скорее всего, раньше она так называлась. Мы, наконец-таки, выпустили новогодний выпуск региональной газеты. Где Владимир Вольфович в виде Деда Мороза, да? Ну, новогодняя газета, все-таки новогодние поздравления должны пройти, новогоднее настроение мы должны сформировать. Ну, а также, я так понимаю, что мы одна из самых, ну, одна из первых партий, которые определились с планами на 2017 год. Он же очень важен для Новгородской области. У нас произойдут выборы губернатора. Поэтому у нас... Но за консолидированный бюджет вы голосовали вместе с «Единой Россией» или вы занимали какую-то позицию все-таки? Нет. За консолидированный бюджет мы голосовали против принятия бюджета. Все-таки, на наш взгляд, достаточно серьезный клубок вопросов. Он не затронут в бюджете и остался в стороне. Но, тем не менее, благодаря техническому большинству... Часто говорят, что фракции и партии ЛДПР вообще склонны к популизму. То есть, ну, не трудно, наверное, настаивать о том, чтобы социальную помощь оказать и так далее. Но если этого нет, реальных... И все прочее. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, порой популизмом мы пытаемся назвать действительно насущные чаянии народа. А кто их озвучит? Если вы почитаете наши газеты или... Да, я посмотрел. Там много жалоб, претензий, разного рода просьбы о помощи. Помогите деньгами, инвалиду, переселенцу и так далее. И если мы озвучиваем проблемы людей, чем это популизм? Вот вы знаете, много бывает разных людей, все как бы занимаются проблемами чаянии, удовлетворения чаянии. И часто возникает такая у меня мысль, что ну вот семи нянек, то есть, ну вот все вроде занимаются социальной помощью, а она все-таки хромает, отстает и так далее. Опять-таки, это все достаточно прозаично и лежит на поверхности. На сегодняшний день, к сожалению, фактически в России сформировалась однопартийная система. Это очевидно. В Государственной Думе конституционное большинство, в областной Думе просто большинство. И те попытки и шаги, которые зачастую принимают оппозиционные партии, а у нас... А ДПР вы считаете оппозиционная партия? Да, мы системная оппозиция. Они нас не хотят слышать. Хотя мы сами изначально заявляем о том, что мы системная оппозиция. И мы признаны для того, чтобы укрепить саму по себе систему. Мы выявляем недочеты, указываем на эти недочеты. И как раз у правительства и вообще у системы исполнительной власти есть возможность, исходя из этих недочетов, укрепить свою вертикаль, исправить какие-то ошибки. Вы посмотрите, например, на федеральном уровне никто, как Владимир Вольфович Жириновский, не поддерживает нашего президента. И вот вы проговорили про популизм. Если он говорит действительно государственные вещи, которые важны на уровне государства, ну какой это популизм? Ну он славен парадоксальными заявлениями, например, из недавних. Чем выше уровень образования, тем ближе революция оранжевая. Как к этому относиться? Вроде как и верно, вроде как и нет. Ну вы знаете же, существует достаточно большое количество теоретических теорий, которые говорят о том, что если управлять государством так, то мы придем к такому-то результату. Одна из теорий как раз, да, повышение уровня образования у населения приводит к тому, что население задает в большей мере своими вопросами, да. Часто задает вопросы, начинает задавать неудобные вопросы. А это может привести к чему-то более. Алексей Борисович, у нас телефонный звонок, а нам очень важные мнения вопросы наших телезрителей. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Борисович, у меня к вам два вопроса. Будьте любезны, скажите на ваш взгляд, вот посмотришь заседание областной думы, все всегда практически за, заседание правительства тоже все за, а городская дума все о чем-то вот спорит. С чем это связано, с административным ресурсом или просто слабость оппозиции? И второй вопрос к вам как к экологу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что нужно сделать в Новгородской области срочно, чтобы навести в природоохранной деятельности порядок. Такие очень широкие вопросы. То есть, если я правильно понял, городская дума шипит, бурлит и так далее, а тут все тишь да гладь да божья благодать. Ну, опять-таки, я уже затрагивал этот вопрос, связанный с фактически сложившейся системой однопартийности. В областной думе нечему бурлить, потому что если посмотреть на городскую думу, то там бурлят-то представители Единой России. Оппозиция, да, высказывается, но оппозиция у нее достаточно объективные предложения. По-вашему, там внутренний какой-то конфликт, не имеющий отношения... Ну, мы же все прекрасно знаем, что у нас идет определенный конфликт между городом и областью. И я думаю, как раз здесь то, что происходит в городской думе, это вот все завязано на этом конфликте. Алексей Павлович, на секунду вынужден вас прервать, чтобы напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас, тут правильно сказать, заместитель председателя областной думы, руководитель фракции ЛДПР Новгородской областной думе Алексей Чурсинов. А в эфире программа «Диалог». Еще такой вопрос, который часто задают. Не есть ли ЛДПР партия спойлер? То есть некая такая декоративная оппозиция, которая вот уже 20 сколько лет? Ну, как может быть спойлер декоративной оппозиции уже на протяжении почти 30 лет. Вот именно по этому. У нас в этом году как раз будет 30-й съезд партии, вот в связи с чем была проведена внеочередная конференция. То есть уже 30 лет? Время-то летит. Время летит, но мы не декоративная оппозиция. Если посмотреть, опять-таки, на деятельность Владимира Больфовича Жириновского, то уже в прошлом году неоднократно обсуждали про то, что он пророчествует на протяжении последних лет. И кликушествует? Нет, пророчествует. Потому что то, что он предсказывает, начинает реализовываться. А ведь он дает советы и, скажем так, дает возможные варианты развития, исходя из проведения большой аналитической работы. К нему очень надо прислушать. На одну секунду еще у нас телефонный звонок говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне хотелось бы задать, вот у вас на столе лежат газеты, это, ЛДПР, это новогодние от Новгородской области. Насколько мне известно, их выпустили 50 тысяч этих газет. Почему этих газет нет в районах области? Да, действительно, 50 тысяч экземпляров, да. Бесплатная раздача, почему нет? Александр Александрович, вы знаете, эти газеты распространяются везде, и в районах, и в областных центрах, и активисты, в принципе, я так знаю, что даже распространили их во Пскове умудрились. А там есть своя ведь? Нет, у них есть своя, естественно, региональное отделение Псковское, но у нас в условиях взаимодействия между региональными отделениями мы, естественно, поделились, чтобы и псковичи знали, как обстоят дела в Новгородской области. А скажите, ну вообще, задача всякой партии, это или приближение к власти, или борьба за власть? Ставятся ли такие вопросы? Вот у вас тут аж внеочередная конференция 39-я, вот она чему была посвящена? На самом деле, это техническая конференция, она была посвящена выбору делегата от регионального отделения на 30-й съезд партии, который состоится 4 февраля. А что там, какие вопросы будут ставиться, обсуждаться? Никто не знает. Приедем на съезд и узнаем. Обычно же, ну, рассылаются какие-то вещи, то есть, как бы, чтобы заранее там отчет утвердить, то все. Ну, видимо, ближе к съезду и будут разосланы материалы. А как вообще, я вот всегда думал, когда, как идет вообще вот работа внутри вот здесь партии в регионе? У вас есть представители в холме, судя по, что там распространяется газета, в Боровичах? Всего в нашем региональном отделении 22 местных отделения, то есть по всем районам Новгородской области. Кроме того, кроме этого большие административные, скажем так, территориальные единицы разделены на более мелкие, то есть в Новгородском, в самом Великом Новгороде у нас есть более мелкие партийные отделения и, естественно, есть координаторы местных отделений, есть активисты. А активисты у нас работают во многих отраслях. Но их задача как раз вот распространение газеты, а что еще? Нет, ну почему только же распространение газеты? Региональное отделение каждый день проводит работу, например, по приему граждан. Кроме этого, региональное отделение у нас уже теперь появилось как практика проводит, к примеру, пикеты на наболевшие темы. Кстати, вот совсем недавно... Да, недавно, да. Одним, одной из тем пикета было то, что мы высказали свою позицию, что мы против приватизации автобусного парка. И, кстати, губернатор нас поддержал. Он сказал, что не будет приватизации автобусного парка при нем. Естественно, следующий пикет мы провели в отношении повышения тарифов на проезд. И опять-таки нас губернатор поддержал. Он сказал, что не будет в 2017 году повышения тарифов. В унисон как-то у вас так получается, да? Нет, ну мы озвучим проблему. И я рад, что власти нас слышат и понимают о том, что мы предлагаем достаточно объективное, выражаем объективное мнение по тому или иному вопросу. Кстати, последний пикет мы проводили. Мы высказывали требования о соблюдении федерального закона о равном доступе к СМИ. Скажите, ведь сейчас только одиночные пикеты разрешены? Нет. Почему? Одиночные пикеты просто не требуют согласования. А, то есть вы согласовали и все было в порядке. Естественно. Мы очень слабо ответили на вопросы об экологической деятельности. То есть это же ваша профессия, вы этим занимались. Я как раз хотел вернуться к первому телефонному звонку. Да, мы его представили. Вы знаете, на мой взгляд в нашей области нужно значительно повышать и укрупнять природоохранную прокуратуру. Я знаю, что очень долгое время в ней не было прокурора, он недавно только назначен, был исполняющий обязанности. Потому что за исполнением требований природоохранного законодательства надзор может осуществлять только прокуратура, в частности специализированная. Но поскольку, вот что в мое время она была малочисленная, что сейчас, и таким количеством сотрудников в принципе необъятен в Новгородской области. У нас в каждом районе есть какие-то проблемы. То есть даже проводя предвыборную кампанию и путешествуя по районам нашей области, мне на глаза попалось огромное количество нарушений природоохранного законодательства. Есть такие эколого-промышленные проблемы, рыболовство, например. Вот беседовал с Днебромковым, он говорит, ну, ячья все меньше и меньше. Вот чья эта проблема на самом деле? И они вот все время выступают, вот рыбаки-то в мемете. Вы знаете, может быть вопрос не в размере ячьи, вопрос в том, что необходимо ухаживать за нашим озером, за руслом реки Волхов. Ну, если облавливать его, начиная от гольцов, так что там останется? Нет, ну, если мы начнем ухаживать за водоемами, хотя бы начнет рыбе будет место, где развиваться. А сейчас идет обмельчание Волхова, и как раз обмельчание Волхова в том числе порождает и следующую интересную проблему. Мы уже которую зиму сталкиваемся с опасностью опускания уровня Волхова ниже уровня водозабора. А это может привести опять-таки к проблеме водоснабжения Великого Новгорода. Но Фракса ЛДПР почему-то не поднимает эти вопросы, а вместо этого вот я, Пупков Роман Михайлович, просит помочь по вопросам парковки, то есть какие-то мелкие такие вот... Вы знаете, в новогоднем газете указаны обращения, одни из всей массы обращений, с которыми к нам идут жители. Поэтому у нас есть обращения и по воде, и по экологии, и по социальной сфере, и по, естественно, по правоохранительным органам. Безусловно, там, что касается правоохранительных органов, достаточно большой пласт вопросов, он закрыт для нашего решения, потому что, например, по вопросам, по которым вынесено решение суда, мы уже не можем вмешиваться. Понятно, но у вас здесь вот цитаты из Константина Симонова и разного рода политические материалы, вместо того, чтобы сделать привлекательные газеты, на мой взгляд, действительно выпубликовать аналитические статьи по воде, по водозабору, по рыбе, нет? Вы знаете, мы с вами сейчас рассматриваем один-единственный номер, новогодний, в котором, на мой взгляд, больше должно быть поздравлений с Новым годом. А в последующем, газеты, которые будут выходить сейчас каждый месяц, вы найдете много интересных статей. Я непременно почитаю. Алексей Борисович, время наше подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Всего вам доброго. Бог даст, увидимся еще. Спасибо. Вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Это был диалог. Смотрите нас по будням в 19.00, а в 19.05, простите. Всего хорошего.